вот поселок чистые ключи скажем так отсюда начинается перевал сейчас повернем как повернем дорогу уйдет налево и пойдет первый такой хороший подъем в город придет первый наш подъем чик так там был тупчел небольшой сколько контроль 7 снять Рамка Платоновская, я точно помню. Опа, вон она. И все, первая гора. Внизу 5 градусов. Посмотрим, что там наверху будет. 5 градусов тепла. 7% показывает. А, полтора километра. Километр 150 метров, но там, по-моему, побольше. О, видите, и здесь грузовикам влево-малево-малево-малево-малево. Все, ага, шанс. Полезли в горы, как говорил классик. Тут хорошая гора такая. Подъем затяжной, а потом поворот на 90 градусов. Опять в подъем. Зимой, когда тут снежочек здесь прилипают. На этой горе висят. В общем-то, везде можно повиснуть, где угодно. В общем-то, так, ничего пока. Домой нарезу, бежим. С 18 сутатоннами. Но если бы была зима, я бы там вручную перецягивал бы туда наперед вот эти блоки. Потому что, ну, вот, у меня показывает 7 тонн. 6,5, даже 7 на вторую. Это не есть хорошо. Просто они не могли туда кран завести. Чтобы положить, там надо было вручную таскать. Ну, сами понимаете, 200 килограмм вручную таскать. Большого желания нет. Они сейчас там... Па-190 вроде бы это получилось. Вы перешаете допустимую скорость. Вот он, этот поворотик. Даже больше, чем на 90. И дальше в гору. Наверное, все 180. Бэйл, снежок, бэйл. В ту пятницу, когда я ехал, здесь очень хорошо валило. Димыч говорил, что тут он смотрел этот Яндекс. Ну, как бы он впереди получается. Он как раз в Луган-Удэ выгружался в пятницу. Выгрузился и там в Иринке стоял. Говорит, здесь была ой, катастрофа. Вот видите, пацаны. Во встречке там ходят. МАС спускается. Медленно. В Турчер Мед. Здесь у нас, да, подсядем, подсядем. Вопросов нет. Уже садимся. Здесь вообще такой... Вот тут в основном, да, прилипает. Вот именно в этом месте. Мы уже идем. 30. Все, шахман. Первую передачу. И вот так он и будет спускаться. Может, вторую. Если он его отпустит, он его уже, этого китайца, не поймает. Ну, скажем так. Первый подъем взят. Катим дальше. И полностью он тут дальше продолжается, но... Что-то я проморгал. Все, вот мы. На новом... Вот он, новый объезд тещиного языка. Сам тещин язык у нас получается... Вот туда мы. Ну, с левой стороны мы вон там ехали. По той горе. А мы вышли вот сюда. Все, вот он. Новый асфальт. Новая дорога. Срезали они его. Раньше такой был. Тремненький участок. Сейчас посмотрим. Проедем тут. Какой тут ситуаэшн. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok не спорю но надо надо еще попыхтеть немножко надо ну здесь вот как-то вот мокро нет не укатана до конца не разбито вернее да господи чудо кого-то первый раз что ли еще все веселье впереди прям вышки какие-то большая глубокая как ему тяжко тащить всего вопросов нет конька 440 к был тащить этот экскаватор в гору он вершины все в снегу впереди саяны саяны отпускаем ее отпускаем по максимуму отпускаем его моя тут камера придет наверно придет по-моему раньше здесь камеры не было но если что то попал нормально я наверно 90 с копейками шел вот на фига она здесь вот скажите мне да вот эта камера все что-то отпустите чтобы подняться на гору да работа мальчик смотрится снег идет но это не снег это подобие какая-то но если она рабочая значит будем ждать привет с большого бутуна здесь уже опускать не будет железку переезжаем тоже тут на этой железяки да по этим горам необычно таскать эти вагоны за собой сколько здоровья надо чтобы поднять и сколько тормозов чтобы их спустить у нас очередная гора внимание участок с опасными поворотами протяженность 5 километров принято пойдем мы одиночку или нет хватит нам здоровья и полоса закончится наверно хватит тут 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 Продолжение следует... 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 Майкал Низкий поклон Какая красота Ну, соответственно, все Ковтук Мы прошли Шедевральный вид Ковтук Скамеечка Читинская Двуногая Двуногая Согласитесь, он великолепен Я имею в виду Байкал Так, сейчас посмотрим На то, наверное, нам будет заправиться Заехать на Роснефть Если деньги нашли На карту Заедем, зальем сейчас Должны сказать на эту тему Заедем, ленемся И поедем дальше Ужинать будем Малость попозже а видел я его и замерзшим здесь и летом и купался в прошлом году в этом году конечно возьмемся без купания здоровому приехать уж такой поворотик вот он красавчик вот он завелись монголы тут слева вот парни двоём смотрю в пиццелитровики заливаются но тут за денежку в наличку говорю чё там чё дорога совсем твоей не дорога что топлива дорогое это монголии не был нет горит цена такая же не едут цена говорит такая же но качество говорит хуже старый монголы там молоденький то есть на пассажирском союзе вот говорю как дорога сделали не сделали но улан-баттер как замахал руками как начал ругаться матом нет это какая дорога туда-сюда вот короче на улан-баттер пока ехать смысла нету так сейчас надо это здесь аккуратненько здесь у нас горностая поджидают вот за мостиком на подъеме как первый раз я тут прилетел так вот мат стоял наверно беларуси слышно было есть же на вон знак и по моему тогда не было может и был я не помню я знак тогда не видел во всяком случае вот того вон который дальний этот вот это хорошая дорога вот тут сейчас на спуске и тут хорошие даже 40 от поставили внимание аварийный участок дороги тормозим тормозим видите проще вот эти вот штуки положить чем дорогу сделать можно плывет или что тут даже он видно по этой по отбойнику она наверно здесь тонет проваливается или что вот они култукские горностай смотрите какой нифига сия какой здесь без уже лапами прямо в него трутся себе низко рамник так однозначно лапами цепляет мы ванне тут еще выросли были поменьше чем полезли сейчас людям к пост ну и дальше тут уже горностай по накатанной потихонечку поедем байкала на бабушкина но уже потемках папки за поворотах и слюдянский пост вот тут стоят девушка полицейские или нет как первый раз когда ехал меня здесь останавливал призову фамилию спектр как-то кузнецова не кузнецова ну что такое такая интересная пост есть машина тоже есть спектр на посту тоже есть инспектор решил меня остановить сейчас мы узнаем, что нужно инспектору от нас а здрасте блоки железнобетонные кузнецова а менять сейчас уже тут в 21 году тут по февралью тут свидание все обращают внимание, что у меня с этой стороны категории да знаю вот она видно не будет потом покажу мне категории стерты с наружной стороны но мне сейчас права менять живы там феврале по-моему поэтому я сейчас приеду домой наверно может сейчас пойду поменяю не знаю остановил следующая машинка идет делать ему нечего вроде в телефоне играется потом что-то останавливает что везет и все второй раз тут остановили вот сколько езжу нет третий у нас байкальск за бортом плюс два идет дождь не сильный но идет не есть вырывал ой карнастай нас поджидал главное дождь идет плюс два и эти летают мотыльки еще ночные он размазан один вон наверху один там один размазался да вот от студянки сюда до байкальска что-то они там вдоль байкала уже давно должны спячку залечь снег лежит там снег мокрый шел как студентки вышел ну такой тоже небольшой здесь дождь идет тут сейчас должен быть этот стела знаю будет ночью вида не будет ракета тут или что если память не изменяет изменяет периодически сам байкальск вот он въезд него вот шельда как мы сейчас тоже по нему едем все равно знак то был байкальск где-то по моему сейчас что-то там то ли ракета то ли что а может и нет не было вроде дождик то ладно главное чтоб морозить не наступил а то будет как казахстане помним и на этот на талды курган шли и нас караганде не пустили на посту остановили на выходе с карагандой туда в сторону был хаша минус 10 горит и дождь идет мы поняли на обочину и спать утром поехали солнце светит все равно каток каток на тормоза нажимаешь она разгоняется и машин только по куветам наверное я уже рассказывал может повторюсь такая хреновая штука это частенько в казахстане такое бывает но сам случай я там замечал и один раз возле завода у космос у минской области тоже еду минус 10 нифига не понимаю какая-то хрень на на стекло падает и замерзает тут же ему я и стирать она не стирается она тут же замерзает полминуты и нифига не видно было сразу печку на максимум куда на стекло чтобы растопить потому что вообще ничего не видно куда еду кто-то нам звонит добро пожаловать в бориацию друзья вот мы и в республике бурятия здесь мы будем выгружаться здесь же мы будем загружаться короче часто тут немножко по здешним красивым местам покатаемся к сожалению долл а ну д показывать мне вам будет абсолютно ничего темно сегодня по плану на нам надо дойти до улана да я так как думал во всяком случае такое желание есть пока дорога позволяет даже сухо стало бабушкин нифига это вот зараза так продолжает сыпаться я так свете фонарей глянул зад зеркала и понял что мы ребятки уже салиса всем чумазы время пол десятого не знаю думал до багульника это уже которая за мадриком кафешка кормят там просто шикарно доехать но это еще еще часа два учетом того что пол десятого ел я обедал час пол первого когда там на заводе стоял бог шпакет этот не знаю сейчас тут с правой стороны здесь на какая-то вроде кафешка было если там есть место загнался место есть сюда съезжал кушать не ходил какой-то кафе трактир 24 часа короче ладно уже как будет так будет пойдем тут и стоянка я так понимаю тоже можно наверное на ночь встать пойдем поужинаем потом как раз пока до улан-удэ доедем и все и можно спать будут ложиться спокойно уже без ужина идем посмотрим чего здесь здесь бузы не готовят будем кушать гуляш салатом времени осталось рабочего 20 минут в этом кафе вот хоть так написано кафе трактир 24 часа работает до 10 и ну вообще нормально хоть и не бузы хоть и не позы вон братцы казахи шимкенске но вкусно было вкусно хоть и выбора то не было доедали остатки но покушал хорошо главное вкусно салат мне понравился кто мне название сказал я не помню все автомобиль наш совсем чумазый что-то казахов крыша сдвинута что высокая везут что ли все по дождику проехали приняли рабочий вид ну нормально интересно что у него крыша сдвинута так не видно что что-нибудь торчало странно ладно поехали дальше еще машин кинут авусики заезжают смотрите друзья сейчас может этот я не представляю как он едет маленький микроавтобусик допустим какой-то видите я наверное газку подкину сейчас мы поедем по этому и линка по-моему она должна освещена быть и у него сверху что он везет какой-то чемодан там всякие коробки какие-то я не понимаю читинские номера сейчас мы к нему приблизимся вот это и линка стоянка вы перешаете допустимую скорость его чуть я не представляю на любой ямке чуть качнет и он ляжет смотрите видите это чудо ну я видел как узбеки едут к себе в узбекистан ну чтобы вот у них и то меньше высота была а это смотрите какой красавчик решил съехать да малейший поворот малейшее что положить всего 3 секунды да как вы поняли это у нас уже и линка у нас остался сейчас и линку пройдем мандрик перевалится через гору и там чуть-чуть вдоль селинги и у нас уже улануты меру 238 отсюда до места можно было в принципе и здесь в линке стать ну ладно поедем уже улануты пройдем и там перед селингой встанем на той стоянке рыбное место как показин 40, да а я, сука, еду я еду, наверное, так что камера может на меня обидеться сегодня, наверное, я уже приехал там рубля на полтора на два на сколько там за 30 превышение поедем лучше потише ни одному мне не спится время без 10-12 уже грузовикам слева нельзя, да? грузовики должны ехать справа справа так справа лану дзинский пост весовой дпс подключение скорости 15 км в час о, дарья, батька вы даже знаете сколько здесь надо ехать с какой скоростью ну, что-то ночью нет никто почти мы прирулили столицу бурятии в принципе, что почти вон уланутая основной-то город там у нас здесь окраина цепанем чуть-чуть время уже пол первого вот как раз полчаса еще где-то осталось где-то в час встанем нормально ну, вот развязка на кяхту или кяхту кяхта на Монголию короче, направо нам прямо нам 173 км вот нам потом нужно будет сюда возвращаться и будем уходить направо здесь вот мы сейчас на 173 км удалимся потом вернемся поедем разгрузимся и потом вот сюда и пойдем направо ну, а сейчас все поехали спать чуть-чуть осталось до стоянки до стоянки